Мы продолжим. Владимиров Александр Иванович, президент коллегии военных экспертов России, почетный председатель Союза Кадетских Объединений Московского Союза 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 Уважаемые товарищи, друзья, братья Кадетки, мы проводим наш форум в абсолютной исторической линии. Блестящей организацией Олимпиады, успехами региона, ее проведения, Россия и победами, Россия доказала всему миру и собственным сомневающимся главным, что дело своего собственного возрождения является главным делом и народа, и власти. Чудо возвращения Крыма в состав Отечества нашего – это тоже свидетельство того, что сейчас наступает время России, когда нас станет полностью самодостаточным, мощным, самостоятельным и суверенным миром, предлагающим всему человечеству не конкуренцию государств ради благополучия избранных, а взаимодействия равноуважаемых миров ради выживания и развития человеческих цивилизаций. Сегодня у России и народов, нашей цивилизации и культуры, есть прямая необходимость и возможность сделать решительный шаг к формированию союза наших народов, как единой самостоятельной цивилизации, и впредь осознавать и действовать в этом качестве. Теперь хочу сказать, для того, чтобы оценить, что мы должны сейчас делать, для этого надо немножко обратиться внимание на то, чем занималась Россия последние сто лет в качестве стратегического анализа. И когда мы этот анализ сделали, оказывается, что последние сто лет наши, это было время испытаний глобальных катастроф. Две мировые войны, гражданская война, две революции, два национальных врага, потери десятков миллионов сотенчатников, десятилетия попыток уничтожения собственной культуры и идентичности. Мы считаем, что Россия подвергается на годы Божьим испытаниям, сначала искушением и испытанием коммунизма, потом искушением и испытанием либерализма. Россия от этого уходит. В то же время мы это дело уже прошли. Время коммунизма дало нам навык и способность к национальной мобилизации и готовности к защите Отечества, утвердило в нашем сознании ценность семьи, национальной культуры и социальных функций государства. А время периода либерализма разбудило деловую и творческую активность людей, освободило дух, пробудило мозги и уже развеяло иллюзии полной свободы и прав и мужинства. Сегодня Россия в том же состоянии, когда она сама может и обязана идти вперед, взяв из своего опыта исторического все лучшее и идти собственным путем, на основании собственных ценностей и культуры. И эти ценности все содержатся целиком в нашей культуре, в нашем историческом бытии. Но чтобы знать, что делать точно, надо все-таки коснуться из стратегического оценки нашего момента. Сегодня, например, стало ясно, что иллюзии у нас у всех, относительно помощи Запада или каких-то комплиментарных чувств, развеялись. Запад нам не круг, никогда не был им, не будет, и его цивилизация не комплиментарна к нам. Она была и есть, и другой не будет. Свои действиями на Украине Запад только подтвердил эту данность. В 21 веке Запад будет решать задачи своего выживания за счет России через войну, в том числе и на территории России. И Россия уже официально является его основным противником, и в качестве следовательного субъекта геополитики предназначено практически ими для уничтожения. Их задача решить окончательный вопрос и устроить Россию из истории человечества, в качестве единого объекта, с геополитикой, с геополитикой, с геополитикой культурой. И это будет решаться войной. Мы этого не имеем права ни допустить, ни даже мысли у них зародить, что такая возможность существует. Но они идут так своим путем и решая вопросы собственного выживания, навязывают нам ту войну, которую они уже ведут против нас давно, а сейчас на Украине, включая вооруженную борьбу. Там есть агрессоры, одна сторона войны, это Запад с ненабитыми фашистами и беднеровцами, подрученными правительствами и так называемым правительством победителей. И вторая сторона, это народы России и народы Украины, которые должны понимать, что против них идет война. Но пока до этого еще не должно. Но я автор общей теории войны. Что общая теория войны говорит? Что на войне не бывает компромиссов, это конфликты можно урегулировать. В войне всегда есть стороны, есть победа одной из сторон. Одна победила сторона, вторая проиграла. И тогда привыкла же страна, делая всю послевоенную историю на столе закона победы под себя и под свои интересы, а проигравшая будет вечно ее ромать до следующего войны. И мы должны понимать, что сейчас это идет именно к тому. И если мы сейчас не будем понимать, что все равно это все равно война, и что мы все равно не сможем не воевать не против Украины, а против фашизма. Это значит, что мы должны думать о том, что в 21 веке нам запад строит фашистское государство в центре России, в центре Европы и на нашей границе, для того, чтобы нас уничтожать. Понимаете? Пробращая наших людей, родных нам братьев на Украине. Это значит, что мы уже должны думать о том, что думали, что делали 1, 2 и 3 украинские фронты в 41-45 годах. Понимаете? Надо помнить, что Украина тоже народ победитель, как и Россия. Понимаете? И надо вспоминать, думать о том, что мы не имеем права допустить даже от тени возможности победы фашизма в 21 веке. Это значит, нам придется там воевать. Но что значит воевать? Это не значит дивизию вести. Понимаете? Это значит народ украинский должен понимать, что это дело его рук и его выживания. Мы можем только помочь, очень существенно, конечно. Но все дело ломать голову фашистской китры. Украинцы должны сами, поскольку у них только они и мы. Борцы там, никто им не поможет. Но я думаю, что мы сумеем сделать так, и они это дело поймут, что другого пути у них тоже нет. Я бы хотел обратиться, значит, и с обращением выступить, например, к Германии, которая наиболее тяжелую такую утрату понесла, значит, в физическую, значит, в потере, в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, а также руководители народов Европы, Америки, Англии и Франции, как чьи нам, антигельцы, галлицы, которые вместе с Россией победили в прошлой войне. Уважаемые господа, политические руководители западных цивилизованных стран, обращаем вашу внимательную дону в факт, что сегодня, то есть весной 2014 года на Украине, в результате фашистского битежа формируется новое фашистское государство, которое уже сформировало своего правительства победителей и провозгласило по стране чистого украинского государства с опорой на европейские ценности НАТО и Евросоюз, что подразумевает и официально декларируется лидерами фашистских партий тотальный геноцид немцев, поляков, евреев, русских татар и русскоязычных граждан в качестве своей основной политики. Это значит, что в 21 веке в центре Европы вновь возникнет очаг количества тюмы, которая сегодня формируется по вашей инициативе, с вашей помощью, активным участием, Америки, Польши, Литвы, Германии, Франции и США. В то же время мы должны сказать вам и всем тем на Украине, в Европе и Америке, которые продвигают фашизм в территории России и которые толкают методулированным, что мы уже знаем всех вас лично и поименно. И все равно юрбинский процесс будет. И он будет в 21 веке, может быть, в России. Я бы хотел даже как раз в нашей смелости обратиться, как сказать, к еврейскому народу. Никогда не обращался к евреям к этому народу, поэтому даже не знаю, как сказать. Обращусь так. Товарищи евреи! Вы безусловно разумны, понесшие огромные потери от фашизмного народа. Нам непонятно ваше молчание и ваше пассивное ожидание. Неужели сегодня, глядя на Майдан и колонны маршрующих фашистов в Киеве, вы не вспоминаете гиперскую Германию? И ваша историческая память не пробуждает вас в трагедию Холодоса, частью которой является украинский Балияр, в котором были расстрелены немецкие фрисами и бендерсами более 30 тысяч евреев. Неужели вы не понимаете, что любой Майдан рано или поздно, но всегда кончается Освенцином? А в любой войне вы всегда будете самой пострадавшей страной, а уехать в Азрау все не смогут. До чего вы молчите и ждете появления в Европе нового государства фашистов? Делайте второй фронт антифашистский, и мы потом будем вместе. И это может быть ваш лучший вклад в геномире на Земле. Такова оценка, как бы, стратегическая. Такова реальность, которая всегда и сейчас находится в стратегической, против России, и мы ее не можем дальше терпеть. Выход, вывод какой? Надо делать, создавать собственную новую геопатическую реальность. На основе собственного проекта геопатического, на основе создания Союза Народов, а потом государств, русской культуры, русской цивилизации. И это будет наш ответ всем. Пусть мы будем, когда сделаем это, примером всем народам, как можно жить в дружбе, добрее и красоте. Как в помощи, как нас учили наши прибыли. А теперь хотел сказать последнее. Вот сейчас, товарищ Долгей, говорил о патриотическом воспитании, колоссальной важности задачи. Когда мы этот вопрос поднимали на коллеги экспертов военных и писали записку к Совету Безопасности по вопросам патриотического воспитания, он скоро будет, несмотря на Крым и Украину. О том, что патриотизм, это не только умение любить Родину, ее знания, это умение, желание служить ей и защищать ее, если надо, с оружием в руках. Так, как это делают суворовцы, нахимовцы, кадеты. С детства и до конца жизни верно служить Родине. Так надо воспитывать и течь в школе. И поэтому я думаю, что патриотическое воспитание должно быть государственным заказом нашей Родины и государства ко всем нам. И государственным заказом мы должны выполнять сами. Это значит, нужно всеобучить культурный, армейский, военный, начиная с первого класса и кончая институтами и так всю жизнь. Братья, кадеты, уважаемые, товарищи, единомышленники. Россия такая держава, как вы знаете, долго запрягает. Мы запрягали до них 20 лет. Сейчас мы уже знаем, куда двигаться и делаем уже первые опорные жильки и свои подставки для атак. Победа все равно будет на нами. И каждый мир должен знать, что в любой войне, в конечном счете, победит первый белорусский. Спасибо. Я хочу предупредить выступающих, что у нас там тайминг ведется и через 8 минут там отключается. Я хочу предложить Леониду Григорьевичу Ивашову руководителю дуга, 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 у нас тема какая уж началась. Давайте пусть расскажут нам наши генералы, что же нам делать с суверенитетом культуры. Говорим о культуре, а генералы опять в первом эшелоне. Война. Дорогие друзья, коллеги, я хочу поздравить всех нас, а не только Евгения Герасимова с Днем культуры. Мы являемся здесь не только потребителями культуры, но и ее творцами, ее носителями. Потому что культура, это как воздух пронизывает все кожи нашей души, нашего общества, наших деятелей. И начну, знаете, вот с такого факта, такого факта, это вот когда были на Украине выборы президента Януковича избирали. Мой друг из Министерства иностранных дел просит, подъезжу посоветоваться и задает вопрос. Говорит, скажи, надо нам посылать кого-то туда вот на эти выборы. Такого, что и послали там, называют там политолога, депутата, больше вреда, чем в пользу. Я говорю, обязательно нужно. Многое, много. Кого? Бери ручку, пиши. Ансамбль Александрова и Кубанский казачий фонд. И больше никого. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что действительно то, что произошло на Украине, первой причиной является вот то бескультуре, которое не только нас поразило, но в первую очередь поразило культурное пространство Украины. Это полное пространство. Но я, следя за временем, не буду учить тех культурных людей, присутствующих в этом зале культуре. Я вчера поздно вечером вернулся из Белграда, где проходил большой, мощный международный форум, «Мир равноправий» назывался, посвященный 15-й годовщине начало агрессии НАТО против Югославии. Форум был мощный. Более 30 стран представлены. Все страны НАТО, включая Соединенные Штаты, ну и поле устали посол Бразилии, Венесуэлла, конечно, посол Белоруссии, и не было только нашего посла. Вообще не посла, даже советника, но для нас не важно. Но мне кажется, произошло эстоическое событие. И оно, прежде всего, это событие, это переворот в сознании людей. 15 лет агрессии против Советской Республики Югославия. Но буквально из более чем 100 выступающих только некоторые единицы не связывали косовские события, наш приштинский бросок с событиями в Крыму. И вы знаете, вот, ну, с каким-то духовным подъемом говорили о том, что сделала Россия. Что сделала Россия. И я видел в глазах людей какую-то надежду и поиск перспективы. А что дальше Россия сделает? И еще одна деталь. Вот я бывал не раз в Белоруссии, в Белоруссии, вот, в нашем подобном уровне. Впервые шесть стран НАТО, участников этих бомбардировок, ВАРМС, были представлены, в том числе, генералами и адмиралами, которые воевали против. Совершали эти разбойничьи действия. И они выступали как-то с покаянием, критикуя все, что происходило. Назову, я так уже геокуратическую оценку давал, что звучало сегодня в качестве, как бы, мотивов на этом фоне. Первый, антиамерикализм, практически 100% выступал. Антиимпериализм, сильно было левое движение представлено, и особенно молодежная часть форума, антиамерикализм, ну, где-то 70-75%. Антинарм, и причем вот, генералы и адмиралы, НАТО, задавая в этом то, что НАТО не должно существовать. Тоже где-то до 75%. Антизападные культурные стандарты, это где-то под 90%. И мне был задан вопрос, да, а что надо сейчас делать? Я ответил, ну, как бы, запад. Ну, я ответил, развернув национально-освободительное движение против империализма, НАТОского империализма, финансово-сионизма и гоносексуализма. АПЛОДИСМЕНТЫ И Россию сегодня рассматривают. Я уже давно подозревал, где говорят, там, мировое общественное мнение, там, осуждает Россию-то и так далее. Вот в этом выясняли в план, что такое мировое общественное мнение. И, когда я подвел, что это не более 100 миллионов от населения планеты, один из западных, ну, британцев, публициз, он где-то подсчитал, 6 миллионов, это всего. Всего лишь вот. Осуждая действия России, поддерживает НАТО и так же. Вот, то есть, могу сделать, как вы. Да, и везде Россия-Путин. Мне даже немножко стыдно было, что вот нас, президентка нашего, идеализирует. Но, это, видимо, и задача стоит перед нами, и культурой прежде всего. Вот этот идеализированный образ обращать в реальность. Потому что мир сегодня ищет не только нефть, газ, но и прочее, и прочее. Ищет ту систему ценностей, на которой можно строить путь. И в качестве примера, чьи ценности, да, вот, китайцев, и в Лену пройдет, чтобы продвигать свои ценности, так, славки между ними. Ну, потому что стандарты западной в мире сестра, в мире, он тоже, предложение своей ценности, в прошлом году состоялся саммит Курмай. Саммит главный сударств, Курмопринск. Я студентам моего, не может, поставил задачу отслеживать, какие вот важнейшие геополитические элементы, значит, будут проявляться в ходе этого саммита. Чтобы можно было сделать вывод. Это начало нового мира, я так подаю, что это начало строительства нового мира, мира 21-го столетия. Да, студенты, говорили, закладываются там валютный фонд вместо МВФ, там банк будет создаваться вместо первого банка, переход, там уже, как говорили, на валюту, кроме доллара, на национальные, по-национальные песни, там уже музыка китайская, там бразильская и так далее. И все, естественно, будут обладать, и так далее. Но, выходим, юго-африканец, точно огручущий нашу консерваторию, и запевали Арию Левского из оперы Евгений, нужно было видеть, с каким вниманием было. И глава государства, и делегация службы, и какими аплодисментами стоя взорваться задом. Вот что ждут сегодня одна, даже где-то вот так, и наши поездки, но ждут прежде всего вот именно высоты и красоты нашей жизни. И сегодня вот Александр Иванович, генерал Владимирович, говорил о войне, войне нового типа. Да, мы признаем, война нового типа идем. Но в любой войне всегда мы выискиваем, а что является главным объектом этой войны. Какой? Это единое мнение, какие-то фактические проблемы, говорят, что главным объектом нынешней, предыдущейся войны является человек, его сознание. И вот ядром этого объекта является молодежь. Америкация, как директивы утвердили, о прекративной войне. Ну, свержение, демократическую, правильность. А в вторых положениях идем пересаселение страны, но не только путем там мигранции и так далее, а путем переидентифицирования, смена культурно-цивилизационного года, смена системы ценностей и так далее. И вот, когда читаешь этот директив, вы знаете, они вот на нас испытывали и сегодня продвигают весь мир. Поэтому ракеты нужны, танки нужны, но, чтобы выстоять в этой войне, чтобы победить в ней, наверное, мы все должны воевать на поле вот сбережения нашего исторического создания. Сбережение вот этой матрицы культурно-цивилизационной, которой является совесть себя и справедливость. И, конечно, работать вот для себя обязательства, что ли, брать, ну, удержать молодежь в формате наших ценностей, не допустить, вот защитить проникновение вот это все, что идет с запада, вот это, наверное, будет главная задача. 1900 в 1938 году, Михаил Юрьевич, я заканчиваю, я свяжу это время, в 1938 году выдающийся немецкий кинософ Вальтер Шубер в своей работе Европа и Душа Востока, Душа Востока, он на России, говорит, сказал такую плечевую фразу, «Славянство выступает ведущей культурной силой всего человечества». А далее, нравится это кому-то или нет, грядущие столетия принадлежат славянам, а мы во главе славянского мира. За победу! Спасибо. Спасибо, Леонид Юрьевич. Скоро представляет Сергей Владимирович Герасимову, председателю Комитета по культуре и информационной коммуникации Мосбурдумы. Спасибо. Ну, раз уж мы сегодня все-таки перешли так плавно через меня к культуре, вот, то я не могу не сказать о том, что сегодня вся как культурная передовая общественность празднует в этом году год юбилейный Лермонтова, этого великого поэта и великого гражданина нашей страны. Лермонтова, аплодисменты. Перед тем, как перейти к обсуждению той резолюции, которая сегодня к нам поступила, я не могу не сказать и высказать своего впечатления, кстати говоря, о культуре, о духовном подъеме, о той духовности, которую несет настоящая культура. культура. Когда 6 числа у меня был в Севастополе, в Симферополе, в Севастополе, то одно из первых моих посещений это была гимназия, которой 200 лет пушкинской гимназии. гимназии. что меня особенно поразило, это тогда, когда я спросил, ну что, ребятишки, вы, глядя на них, а такие все аккуратненькие, чистые, такие вообще, глаза блестящие, они очень рады были, что я к ним пришел, и говорю, ну почитаем, кого будем читать? Они говорят, Пушкина. Я говорю, ну кто первый? И тут такой, знаете, лес рук. И вот как ничто, как вот никакой из примеров, он реально соответствует сегодняшнему названию нашего форума. Это суверенитет культуры, время правды и справедливости. И вот этот лес рук, а потом я не мог их остановить, потому что они говорили, нет, я теперь должен почитать, и у меня столько подарков не было, потому что я хотел каждому из них вручить, но я тоже в одном стихе почитал, и я понял, что вот это сочетание культуры, гражданственности и веры в будущее, вот это было все в этих детях, в этих руках и прочтение Пушкина. Ну, а теперь я хотел конечно сказать по существу непосредственно сегодняшнего нашего форума, я рад, что мне удается приветствовать вас от имени Московской городской думы, форум, который с моей точки зрения будет обсуждать чрезвычайно актуальные, так и вечные вопросы, как кто мы, кем мы хотим быть и что Россия может сегодня предложить в этот мир, и как глобальные процессы могут воздействовать на нашу национальную национальную идентификацию. И почему актуальные? Актуальные потому, что если мы сегодня не сумеем дать ответы на эти вопросы, то навряд ли мы сумеем выстроить дальнейшее развитие нашего государства, нашей нации, нашего народа. Вечные, потому, что эти вопросы поднимали в 19-м, 20-м веке такие великие талантливейшие умы, Леонов, Соловьев, Достоевский, Толстой, Потоп и многие другие, Бунин и так далее. Так вот, отвечая на эти вопросы, я посмотрел когда резолюцию, я полностью согласен, какие-то свои позиции тоже в нее внесу, но здесь очень мне понравились четко определенные в проекте позиции. Главные принципы, на которых должны строиться основы культурной политики России, это принципы самобытности российской культуры, ее историзма и приоритета национальных интересов. Здесь аплодисменты. я хочу пожелать нашему форуму дальнейшего продвижения в плане нашей культуры, нашей великой славы и я думаю, у нас все получится, тем более, у нас есть такие грандиозные, потрясающие люди, которые только что для меня выступали. Ура! Спасибо. Мужкин Глев Георгиевич, журналист, публицист, член Союза писателей России. Прошу, Лев Геркин. Уважаемые участники форума, коллеги и товарищи подворческого церкова. сегодня для России нет важнее и почетнее задачи, чем укрепление единства, сплоченности общества, его способности и умения строить подперстые отношения с властью, глубоко создавая, что общество и власть несут равную ответственность перед историей за судьбу его Отечества и ее народа. События последних лет и даже последних дней, включая то, что происходит в Украине, убедительное свидетельство тому, что стоящие на позиции учреждения на планете автополярного мира активно руководствуются в чем только пресловутой концепцией колонизаторов разделяя власть. Давно известно, что для того, чтобы дестабилизировать общество, нужно прежде в чем убрать из него его степы. Это нравственность и межнациональная сплоченность, базирующаяся на принципах высокого патриотизма. Это место реликальное, доброе, мирное, братское сосуществование и в обоих единых. Это истинно духовное понимание справедливости, вежонное эгоцентризма, паразитизма и потребительской ненасыпности. Все вместе это называется высоким и красивым словом культура. Понятие культуры насыщено наукой и образованностью, прозой и поэчей, драматургией, музыкой, искусствами вокала, танцем и привыкищей, верночью национальным и общечеловеческим традициям и ценностям. Еще таки лакомотивом этого пирогового набора всегда являлась, является и будет являться литературой. Самобытная идентичность России, как цивилизации, хранится в ее культурном ходе и воспроизводится в откровениях, отрагаемых литературном творчестве великих русских писателей и писателей каинных народа прочли. Пишет Михаил Юрьевич Лермонтов в своих работах не великий русский поэт, а его достойный потомок, который является инициатором и организатором нахуйчевое всего поле. С этим вскоре невозможно, но аморальным интернационалом именно по литературе был навечен за 23 годов советского периода на нашей истории с отступительным ударом. Несколько ребенок затмили к влащику отечественной литературы 20 века. Вычеркнули из познания, изучения, популяризации такие имена, как Михаил Голосов, Сергей Михалков, Александр Валерьев, Юрий Германов, Шостатин Симонов, Борис Полевой, поэты Левик Кумач, Алексей Сухов, Керкоградин, Исаков Ликар Фатьянов, Забыть Василий Теркин Вардовского, признанный в мире как шедевр русской поэзии 20 века. При этом забвении целый пласт сибирской литературы, такие фундаментальные произведения, как Алексей Черкасово, Хабей, Рыбик Вячеслава, Чешкова, Угрюм Река, Анатолия Иванова, Вечный Зов и другие. Все это литература, имеющая колоссальную историческую цену, потому что она дечет правдово самобыльно, частичную народу, его этическом разнообразии единстве, его сложная достанция к историческим подрушениям и катаклизмам. Сейчас пытаются не той стороной показать выдающих русских поэтов советского периода. Евтушенко, например, преподточен как детал боевика-демократа первой луны постсоветского периода, а он войдет как рыцей борьбы за мир в поэстическую плащику словами таких «Хотят ли русские войны? Спрощите вы лучших и ныне над шильем пашем и полей небу берез и тополей. Спрощите вы тех солдат, что под березами легат и вам отменят и цены хотят ли русские войны». И Славимир Высоцкого хотят сделать президента, а он был патриотом. Он говорил «Не дождетесь, чтобы я покину в родину». «Мне надо, где метели и туман, где завтра ожидают снегопада, открытый Лондон, Телли, Телевик, открыто все, но мне туда не надо». Так пел Ловарий Высоцкий. Я думаю, что по плащуцизму, художественному уровню, литературной ценности, названные произведения на два порядка выглядят эффективными идеологически-тоненционных произведения конъюнктурных поделок, которые в мире как телевизионная заставка отщекли русскую и российскую литературную вкладчику от молодого поколения. Люди, имеющие деньги и влияние в угоду Запада, за его финансовые подачи пытаются насоздать новую концепцию равноправия литературы добра и зла. из нее накалашиваются, в ней стирается влияние положительного героя и образа, что является основополагающим стежкой формирования человеческого сознания. И об этом с оправданной тревогой говорят и президент страны Владимир Владимирович Путин и патриарх Кирилл, и об этом говорили практически все сегодня выступающие появилось одно еще очень вредное и широко дергирование новое прочтение клащи. Оно вползло в науку, в литературу, в театр, кино и в темно-дравотургию, в музыку и даже в хореографию. Никакой новизны в этом нет. Это просто бездарность, нележество и отсутствие профессионализма у людей, не способных понять, почувствовать и познать божественность плащицизма. Клащика потому и является клащикой, что она имеет бездомные закрома духовных человеческих ценностей, которые надо беречь, раздевать, а не извращать, как сейчас это делается. И в заключение выступления я хотел бы сказать следующее. Я глубоко уверен, что пройдет время, и история достойно оценит высокой гражданский подвиг Владимира Владимировича Путина, который в господствующем наступлении всем до культуры и агрессии аморального интернационала поднял знамя его дрожьей от нравственности, духовности, справедливости, суверенитета реческой культуры. Я слушал речь Путина, произвеченную им в Кривле 18 марта 2014 года по поводу присоединения Крыма в Чевостополе к России. Слушал, как по речи, потому что каждая фраза, каждое слово отвечало чаянием молитву и культуры. А то, как воспринималась его речь, было убедителем демонстрации дружелюбия российского народа. Но говоря о позитиве, нельзя не обозначить проблемы, которыми необходимо не заведить мирных жителей. Здоровые, нравственные, умолые, патриотические, творческие, чим и их труды планомерно изгоняются из информационного пространства. Ведь дело дошло до того, что хорошую книгу невозможно сегодня продать. Для того, чтобы только выставить книгу для продажи в фиосках вокзала, аэропортов, метро Москвы, надо заплатить 200-300 тысяч рублей. И все равно, что продавать, книгу или картошку, была бы побольше прибыли. А при таких поборах можно вообще ничего не продавать. Нужно создать в Москве для государственной поддержки 7 книжных магазинов, доступных для авторов и считателей. Ведь книга тогда будет дешевле, и нужная книга дойдет на массу рассчитать. Но дело не только в этом. находятся силы, которые хитро регусируют, что продавать, а что нельзя. А вот радиокомпания «Эхо Москвы», которая почти каждые 20-30 минут бросает с кефир информацию антироссийской направленности, где звучат утверждения не только о возможности, но и необходимости разделения России на детское государство. Компанию, которая под крестом уже фирмы свободы и слова работает на подрыв единства, сплоченности общества, способствует обосновлению противостояний общества и власти, и обуздать ее никто не может или не хочет. Так давайте мы общественность побольше власти раскрыть карты и проинформировать общество, кто финансирует эту раннюю компанию, тогда все встанет из-за кефириста. Речь идет для запретения и утверждения, речь идет о том, чтобы пророк знал, кто использует этот острый информационный инструмент в целях ограничения и интервационного искривства. Литература это наполнитель информационного пространства и она по своей сути не могла или не должна быть предметом бизнеса, а культура продуктов коллекции. А посмотрите на критуалы наших пиадов. Суть замечательных въезд сценария отвергаются только по коммерческим или амбициозным соображениям. Теперь стало частым и выгодным, когда руководитель набра сам дешевле сам истанет, сам продает и сам покупает часто за государственные деньги. Мы не вводе слова искусства, мы не вводе термин шоу-бизнес. Это не просто слова. Давно были для погодящих и держится секретом, что на получаемые из бюджета деньги издаются книги, ставятся спектакли, снимаются кинофильмы, зловольно в телепрограммы антироссийской, антипатриотической, антидуховной безнравственной направленности. И здесь все ветви власти и законодательные, и исполнительные, и судебные должны сказать свое резкое слово. Один хорошо упитанный человек меня спросил, зачем ты идешь на тот фонд? Кого ты там будешь представлять? Какой в нем долг? И соберется там наверняка такая щерая патриотичная культура? Я его обнищу. Я представитель обнищавшего писательского пролетариата, который помечен пролетариат но я иду на форум, чтобы заявить, что поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать президента Владимира Владимировича Путина, который зовет нас к возрождению и укреплению сообщественного духовного, нравственного и культурного потенциала отчизны. Спасибо и большое. Спасибо, Игорь Иванович. Аристархов Владимир Владимирович, первый заместитель Министерства культуры Российской Федерации. Уважаемые дамы и господа, мне вдвоем я просто подсилю меня. Во-первых, потому что я культуры, а во-вторых, потому что я беседую я с той предъявивателем, которую я чувствую и говорю на том языке. И все мы с вами одинаково понимаем, одинаково ощущаем, то, что происходит в мире и в нашей стране. Я думаю, еще лет 20 назад это просто было бы невозможно. Мы не понимали, не осознавали даже самих проблем, которые, как они стоят. Теперь мы есть, мы понимаем это, и, наверное, те, кто сидит в этом зале, это и есть, то, что называется общественное сознание. То, что когда народ понимает, что с ним происходит, делает выводы и истает дальше. Вот, тут возникает вопрос, как то, что мы с вами знаем и понимаем, передавать дальше другим поколениям. Как сделать так, чтобы молодежь не повторяла наш с вами ошибки, чтобы люди не только нашей страны понимали в том, что мы хотим и принимали нашу позицию. Наконец, как нам запрограммировать величайшую мощь нашей государственной машины, так, что она двигалась правильное направление. Это важная научно-политическая задача, которую мы пытаемся сейчас решить. Я хотел бы поделиться с вами подходами к решению этой задачи, вынести их на ваше обсуждение и рассмотрение. Если вы их одобрите, то мы преподобуем то, о чем мы сегодня говорили все выступающие, в язык государственной политики и сможем сделать вместе все, что нужно сделать. Наверное, начать надо с того, что понимаем мы под тем словом культура, которая сегодня у нас находится в центре внимания и в центре заглавия нашего сердечного форума. Культура бывает разная. Культура детей тоже культура. Мы с ней о ней говорим. Вот в нашем понимании культура это система ценностей. Культура это то, что отличает одну, обсть, от другой. Это система исследований на мир, на мироздание, на добро и зло. То, что мы понимаем, что допустимо, что невозможно. То, что делает нас людьми, тем, тем, кем мы есть. Вот это культура. То есть, если говорить уже на форумировке моря научной, то мы культуру понимаем как исторически сложившуюся систему ценностей и норм поведения, закатанную материальным, нематериальным, культурным и историческим наследием. Вот что даст культура. Вот в этом понимании именно культура это то, что делает нас одним народом, то, что делает Россию единым, то, что объединяет нас всех, все народы России, людей, всех разных, всех, как им есть, такие разные. Это наша общая культура. Второй тезис это то, что мы называем тезис историзма. Культура не складывается субъективно. Культура это не некий вектор мнений, вкуса, пристрастий отдельных людей, племен или там кого еще. Культура это то, что родилось, то, что выстрадали нашими предками за века. Это свободный опыт жизни наших поколений, наших предшественников с вами. Это их отражение того, что они кровью и кудом выработали воинов, людей. То, как относилось их жизненный опыт в том, опыте, который они предоставили поколения. Вот что наша культура не то, что создана мгновенно и искусственно, а то, что родилось в зубы дыре львов и что мы продолжаем. Принцип третий в нашей политике облагаем. То, что при разработке нашей культуры мы должны испыть свой цивилизационный. Что это такое? Есть две точки зрения. Первое, что все народные мира идут по одному слововому пути. Путин обычно представляется как путь Запада, а все, которые не совпадают, подвигаются от сведения. Но есть не иной путь. Путь, который придерживались знаки-великих ученых, как Магаевский, Толинбе, Блефт, Коварищ Гузарев, а из наших современников это Хантин и другие директоры. Это путь, который рассматривает весь мир как отдельная цивилизация. Цивилизация отлично директоры именно культуры. Можно очевидно увидеть цивилизацию западную, цивилизацию руссульманскую, китайскую и русскую цивилизацию или российскую. Вот это очень важный принцип, наверное, в нем ключ к вниманию того, кто не есть в себе. Всего три слова. Россия не запад, Россия не Европа. Из них вытекает уже все остальное. Вытекает то, что мы с вами есть. вопрос у нас цивилизационный. И наши отличия именно не в паспортных записях, не в формальных записях, а в том, кто делался на нашем земле обшаре, а в нашем понимании системы ценностей. Опять же, культуры. Принцип третий это принцип преемственности. Нас долго пытались убедить вначале того, что Советсоюз родился в основном пустом месте. Последние годы нас пытались убедить, не последние годы, а в первом году нас пытались убедить, потому что российская генерация это новая страна, которая празднула независимость 12 регионов, а до этого не было ничего. Но это же не так. Мы преемники тысячелетней истории великого государства, короче тысячелетней. И мы видим нашу культуру как единого цели совершения, достижений, осознания того, что есть у нас. единая история от Московской Руси, Российской империи, к Советскому Союзу и современной России. Мы не разрылись с нашим прошлым. И мы преемники и Советского Союза, и Российской империи и Московской Руси. Мы преемники великой культуры. Следующий момент это тезис о том, что государство является активным студентом культуры и политики. В 90-е годы нас убеждали, что это начнешь с того государства, что роль добра давать всем людям, всем субъектам что-то делать и вмешиваться. Поэтому правила и но это не так. Без активного государства мы не сможем изменить ситуацию в мире лучшему. Мы не сможем себя защитить. И государство обязано воспитывать, обязано помогать людям, обязано вести активную культурную политику. Здесь мы восходим к третьему пониманию самого слова культура. Слово культура от логинского слова имеющего способа культивировать, возделывать. Для нас культура это еще и воспитание. И задача государства именно вести воспитание. Проводить то, что называем культурной политики. Что интересно, это позволяет конституция, потому что именно в ней царь есть тезис о том, что полномочий федеральный государственный является проведение эффективной культурной политики. Модная культура является зацвет регулятором. есть задача нашего министерства это то, о чем мы с нами говорим, образовывать язык уже официальных документов и настраивать нашу государственную машину на проведение этой тезис, который надо отметить это тезис о не подъемстве отказа от интерпланетий, которые нам навязаны за последние десятилетия, которые получили негативное оценку уже и от нашего президента и от всего нашего культурного сообщества. Я имею в виду такие темы, как мультикутурализм и талерантность. Что имеется в виду? Под слово мультикутурализм обычно принято понимать то, что есть много разным это правда. И то, что нет на цех, вот это неправда. Люди разные. И то, что говорится, что немцу здорово, то русскому смерть. Или наоборот, что русскому здорово, то немцу смерть. Оно же не работает в обе стороны. Поэтому